Вы никого не судите? Да никто так не судит, как субтанты. Всех абсолютно. Я говорю, на вас церковь пойти, вот там можно получить благодать. Какая благодать? Я пришла туда с мужем и стал говорить мужу, что надо Евангелистом. Ахоп, он ничего не мог доказать, ахоп был здоровый такой. Он схватил ее мужа, она закричала, он его зашил, вытащил и пнул его с конца. Ну, тот мужичок, когда маленький, полетел и упал. Она до самой смерти не могла простить этого унижения. Я говорю о людях, через которые я обратился. Я вчера еще раз прослушал эту пленку, как раз своим голосом все рассказываю. Ее уже ничем нельзя привлечь. Посетил, навестил этот поп. А он уже пришел, человек к нему по Евангелию говорит. На черный день. Черный день это судный день. Ты сегодня это распространил. Накормили, напоили. Нам нужны средства сегодня. Где-то дар нигде не делается. Люди платят большие средства. Мы договариваемся, как-то бесплатно кто-то за нас платит. Опять новое для меня. Хорошо быть глухим. Мне за что не отвечать. А то сейчас меня тут уже к стенке перострел поставили. А что значит подарили? Тогда дай, дай, разъясни. Я так не говорил, что мне подарили. Откуда у тебя, я говорю. Бог дал. Я не спрашивал тебя бесплатно или нет. Я тебя сразу спросил. Пока здесь. Можно сказать про книгу? Про книгу можно сказать. Сейчас. Кому надо, передайте. Время тратить на это. Кому еще нужно руководить? Дети будут. Покажите его так. Хорошие, православные, притом супер православные. Кому еще надо? Это хороший подарок на день рождения. Не шоколадный купайте, с руком своим. Я говорю, что детям это лучшего подарка. Дайте вот Марии. Она дам деньги сначала. Мария хочет еще как-то даю. Она хочет заплатить деньги. Сначала заплатит пусть. Не надо ее это. Заплатит, принеси деньги, тогда поможешь. Ей не давать. 190. Кому еще? Ну, я не с ним. Внуков ни у кого больше нет, да? И не придвините. Ну, хорошо. Отдайте. 190 рублей Сергея Павловича отдадите. Уже порядок, там картины есть. Вопрос однозначный. Эти деньги пойдут на дело больше. Нам кое-что пожар. Тебя не носили. Посчитайте сколько. Посчитайте сколько. Купков Сергей Павлович. Не закрывай. Купил книгу вот эту. Называется «Священная история». Моя первая книга. Хорошо она. Хорошо. Я не буду говорить ее о содержании. Детская. Она вот на глазах. Фотографии здесь есть. Видите сколько. Даже нашу пищать поставили. 126 страниц. 190 рублей. Для ребятишек эта книжка, конечно, прекрасно хорошая. Сколько? 18. 100 рублей. Ошибка его явно была в том, что он должен был сначала прийти, показать. Спросить сколько надо, как мы делали всегда. И тогда мы заказываем, приносим, она у нас расходят. Он не издатель. Он покупал. А она со всеми накрутками книга так и стоит. Она там стоит. Из-за того, что маленькая фотография. Это мы продаем. Наша цена книг, которая у нас. Сегодняшняя цена по подарку. Три с половиной раза уже дешевле продаем. Не в два, не в три. А в три с половиной. То, что получает автор, что получают продавцы. Я узнал, какая цена их идет. Где-то уже за 500 тысяч рублей. У нас за 150. Так что, кому это надо, просьба никогда не брать. Без разрешения. Кто брал? Поднимите руку. Кто брал? Ну, нет 100 рублей. Ошибка его явно была в том, что он должен был сначала прийти, показать. Спросить сколько. Надо, как мы делали всегда. И тогда мы заказываем, приносим, она у нас расходят. А он не издатель. Он покупал. А она со всеми накрутками книга так и стоит. Она того стоит. Из того, что маленькая фотография. Это мы продаем. Наша цена книг, которая у нас. Сегодняшняя цена по базару. Три с половиной раза уже дешевле продаем. Не в два, не в три. А в три с половиной. То, что получает автор, что получают продавцы. Я узнал, какая цена их идет. Где-то уже за 500 тысяч рублей. У нас за 150. Так что, кому это надо, просьба никогда не брать. Без разрешения. Кто брал? Поднимите руку. Кто брал? До зеленых. Батюшка уже не рад нищему. Фотографии прекрасные. Просто замечательные. Не могу ни одной взять. Я не хайну, кого венчают. Игорь венчает или его отца. Плотной рядом с ним. И вот так вот телевизор смотрит. Да уж ладно, батюшка, когда повел, он не пошел с ними вместе. Блоковарьки с ним, не знаю, видно. Я батюшке показываю. Батюшка прям тебе все. А почему они никто не сказали? Где Дугуновка был? Ты за счет смотрел. Ты за счет смотрел. Кого венчали, даже нельзя понять. Кого венчают? Венчают Владимир Васильевича. А не Игорь Владимирович. А что думали? И главное невеста выходит туда. Уходит невеста, ее фотографирует, и он рядом бежит. Дугунова дьяколом не поставили, священникам не сделали. Я тут при чем вообще. Пер на то, что не сказали. Смотрите. Дугунов. Ну невозможно нигде фотографии. Смотрите, за ковриками что ли? Захватил вон обои, что у него лежит открывается тамбук. Да еще стоят, кто что-то показывает. Это рожа, один такую рожу страшную составил. В книгах я поместил. Вот Дугунов этот умил, шатры тут мастерил, белотил. Кастрюли таскал, там белок для вас. Я никогда морзи не видал еще. Дугунов много чего делал там. Я сказал молчать. Мы не допускали бы его все. Какое невоздерживание. Вначале уже прорвалось остановка. Дальше. Кто навешивал эти на свадьбе пузыри? Вчера кто-то пришел, бумагу скомкал, бросил прямо как под печкой. У печки называется лист предпечный. Чтобы упадет и ничего не загорело. Кто вчера там бросил бумагу? Вечером вчера, когда были на богослужении, скомкали газеты и бросили, подошли к печке. Вообще нельзя там рядом. Даже в ту комнату кочегарку еще сгораем и не заносите. Одна искра. И в печь тоже ничего не бросайте. Я вчера...